МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одинцово. 29 октября 2018 года. День столетия Комсомола. На экране героические страницы ВЛКСМ. Всесоюзные ударные комсомольские стройки. А далее лица людей, кто не дожил до этого праздника жизни. Эту встречу организовал президент Международного додатива клуба Виктор Дудинов. Он предложил друзьям собраться вместе, отметить громкий вековой юбилей Комсомола и заработал несмолкаемые аплодисменты. Атмосфера походила на встречи влюбленных после долгой разлуки. 27 лет прошло со дня принятия решения о самороспуске Комсомола, самого мощного молодежного движения в мире. Игоря Ковалева, автора представленного фильма, президент клуба назвал своим другом и лауреатом премии Ленинского Комсомола. Три сезона я отработал полноценных на БАМе. Валил лес, был стропольщиком, был водителем трилевщика, или трактористом, это правильнее сказать. Был бригадиром геодезистов, был начальником участков в 86-м уже. У меня было 150 человек студентов и 40 местных рабочих. Мы строили БАМ. Была энергетика, было чувство ответственности за страну. Это было искреннее. Для меня это была юность, где мы не лицемерили. Были недостатки там. К сожалению, сейчас их больше. И вот что-то надо делать. У нас родина одна, Россия. Я объездил всю Европу, был в Америке. Ничего хорошего для нас там нет. Здесь, здесь наша родина, здесь надо строить государство, мораль и все остальное. Захотелось продолжить диалог с ученым о времени и о себе. Жить рядом с чудодейственной красотой березовой рощи без стихов, наверное, невозможно. Вот тут у нас общественный лес. Немой, но пользуюсь. Радость есть. Березы. Березовый сок ждем весной. Русскому человеку березы всегда помогают. Это правда. В душе, которая у каждого русского человека немножко больная. За родину, за семью, но и за все человечество тоже чуть-чуть. Вот это мой небольшой, не скажу, что скромный сад. Ну, как-то к 60 годам вот удалось начать жизнь в коттедже. Вот это мой уголок, за которым укаживает моя любимая супруга Лариса. К сожалению, цветения уже нет. Гортензии укрыты, не сезон. Вот это ее работа. На что, обращая внимание, над домом рейдфлаг, российский триколор? Это указание администрации? Игорь Феликсович смеется. Это мое решение. У меня много друзей. В свое время стажировался в Чехии, Венгрии, Америке. Сейчас путешествую по миру. Хочу, чтобы в нашем доме всегда было светло, уютно и хлебосольно. И никто бы не спрашивал, ты откуда родом? На столе гора фотографий. Вот пожелтевший снимок. Мужчины с огромными молотками, женщины в платочках. На обратной стороне подписано. Мой прадед с семьей. Они были кузнецами. Настоящие мастера нужны любой власти. Родословная моя. Бабушка из казачек, из Подъейска. Дед прошел всю войну, Смоленский. Прошел всю войну. За два месяца его отозвали восстанавливать уже Смоленщину. Похоронен с воинскими почестами в городе Сафонова. Один из первых комсомольцев. Дед назвал моего отца в честь Держинского, Феликс. Поэтому у меня отчество Игорь Феликсович. Дед учил меня всему косить траву, работать рубанком. Он был контужен, подтягивал ногу, не слышал на одно ухо. И всегда был правильным, честным. И я его глубоко уважаю. По маминой линии. Прадед мой был священником. О нем мало сведений каких-то, не знаю. Дед был писарем Дороговужской дистанции. Вот его фотография, красавица Сусамия. Знал всего Некрасова наизусть. Вот это моя бабушка, которую я тоже не знал по маминой линии. Отец мой закончил горный институт. Начинал свой трудовой путь на шахтах Смоленщины. Потом строил метро. И где-то в четырехлетнем возрасте я попал в Москву. Потом поехал по комсомольским стройкам. Абакан-Тайшет. Средняя Азия, Ставрополье, Кавказ. И вот мы получили, отец получил квартиру в Одинцово от десятки, от управления 10А, Минтранстроя, в котором проработал всю жизнь. Где-то в конце 60-х. Еще два года он нас сюда не вывозил. Квартира стояла. Он говорил, нет, я не поеду. Моя жизнь здесь. Стройки, стройки. Строить любил. Мама, когда я должен был пойти в 9-й класс, не выдержала этого. И сказала, вот эти вот образования по деревенским школам. А часто школ вообще не было. Забрала меня с младшим братом. Приехала сюда. И учился я в 10-й школе Одинцова. 9-й и 10-й класс. Это самое длинное мое обучение. Два года в одной школе. Конечно, было трудно. Получал тройки в 9-м классе. Собрался, 10-й класс, закончил на четверке, пятерке. Игорь успешно сдал вступительные экзамены в Институт инженеров железнодорожного транспорта. Учился с увлечением и с гордостью строил БАМ. Работал лесорубом и стропольщиком-трелевщиком. Трелевщик – это такой трактор, который захватывает тросом связку деревьев и тащит куда-то на расстояние. А дальше мы их таскали и делали в выстилку под автодорогу. В 76-м я уже поехал геодезистом под Комсомольск на Амуре. Работал геодезистом, потом бригадиром. Еще во время студенческой учебы бригадиром из искательской экспедиции. Ну и с БАМом у меня история долгая была. Последний раз я там был в 86-м году, работал 5 месяцев начальником участка. Все мои родные вот эти участки. Первый был Харагочи-Кувыкта, красивые названия. Это чуть-чуть на запад от Тынды. Дальше было Ларба-Алекма. А еще было Березовская-Комсомольск. Вот эти вот три участка мне знакомые. Потом я работал на путеиспытательном вагоне лаборатории. Мы ездили по всему Советскому Союзу. И как-то неожиданно для меня мировое светило такое. Георгий Михайлович Шухунянц, профессор, известный всему миру, пригласил меня на кафедру стать преподавателем и заняться научной работой. Сразу же мне дали студентов вести лабораторные работы, курсовые проекты. Начал готовить курсы лекций. Тяжело было, непривычно. В 1985 году молодой ученый в 29 лет получает премию Ленинского комсомола за открытие, читая строчки диплома, за исследование и разработку научно-технических решений по повышению эксплуатационной надежности железнодорожных путей. Я занимался серьезной проблемой. Бестыковой путь есть такой на железной дороге. Путейцы все знают. У него была проблема изолирующий стык. Там, где светофор встречается, плеть надо было разрезать, укладывать в уравнительные пролеты. Надо было это место ликвидировать и сделать сплошную плеть. Нам это удалось сделать. Я защитил на эту тему диссертацию. Она называлась «Монолитное изолирующее соединение рельсовых плетей без уравнительных пролетов». Одинцова смешной случай был. У меня соседом был по лестничной клетке на улице Молодежной, где я жил к тому времени, Валерий Литвиненко, который уже был мне другом и близким другом был до своей смерти, к сожалению, ранней, в 47 лет. И он как-то ко мне пришел. Мы с ним выпивали по рюмочке. Он говорит, Игорь, тут прочитал в центральных газетах полный твой тезка. Получил премию Ленинского комсомола. А он стал секретарем Одинцовского райкома комсомола. Говорит, вот как же такие совпадения бывают? Я ему скромно говорю, да вообще-то это я. Он говорит, как же я плохо работаю. Я с соседом, с которым выпиваю рюмка коньяка, и только вот через два месяца узнаю, что это именно он получил премию Ленинского комсомола. Ну, был такой смешной случай, не знаю, вспомнилось. Ну, и вот так получилось. Отработал я в институте, занимался наукой. Уложили мы самую длинную плеть в Союзе, под Донецком, на красноармейской дистанции. Наш изолирующий стык, который мы разрабатывали, еще долго у нас внедряли. Японцы быстро идею взяли, и через два года у них вся железная дорога уже на этой идее была сделана. Ну, у нас сейчас тоже сделано, но значительно позже, так скажем. Патент мы не смогли получить, потому что были смешные какие-то времена. Оформили, все. Говорят, а есть уже статья на эту тему. Я говорю, это же моя статья. А не важно, чья это статья патент, не имеете права. Ну, как-то так. Так вот были несуразицы. Я могу очень много хороших вспомнить времен из Советского Союза. Ну, и были какие-то вот невязки. Но, к сожалению, они никуда не ушли. Они остались и сейчас. Хорошее ушло. Какое у нас было здравоохранение, какое было образование. С образованием я связан. Я знаю, что это такое тогда и сейчас. Есть утраченные иллюзии? Утраченные иллюзии есть. Много примеров, не знаю что, но вот скажу так. Я не любил в очень Советском Союзе цензуру. Она все-таки была. И как я сейчас хочу, чтобы эта цензура появилась? Смотря некоторые передачи по телевизору, ну и так далее, особенно по телевизору. Зачем ряд передач по центральных каналам, которые не дают ни сердцу, ни народу, ничему, ни родине, только отрицательные эмоции, только какие-то ковыряния в каком-то условно нечисто, так скажу такое слово, даже грубое. Мне это не нравится. Вот одно. Одна из иллюзий, которая, как вот когда появлялась, я думал, демократия. Мне же нравилась. Мне нравилась английская музыка. Мне нравились английские джинсы, в конце концов. Джинсы не нравятся до сих пор. Они уже не английские, они везде есть. И музыка осталась. Комсомол не остался. Вот комсомола нет. Это плохо. И демократия. Была иллюзия, это называлось демократией. И то, что мы в 90-х вот чем занимались, это был развал страны. Что жалко, что сердце не принимает. Мои предки все восстают, как говорится, против этого. У Ковалева был малиновый пиджак. Нет. Золотая цель. Нет. Не было ни мая, ни пиджака не было это. И автомобиль у меня появился поздно, так скажем. Но появился, слава Богу. Да, он у всех появился практически. Более-менее имеющих работу. Дай Бог, чтобы все имели работу и достойную зарплату. Достойная зарплата у меня была только в советское время. Когда я занимался наукой и читал лекции. Я выпустил 200 студентов, моих дипломников, учеников. Они сейчас работают. Они большими начальниками стали. В 90-е, когда все рухнуло, я занимался, вспомнил то, что я геодезист. И я занимался паспортизацией путевого хозяйства отдельных организаций. Так вот, все Одинцовские организации, в которые железные дороги с главного входа заходят, Десятка, ВЗАИ, там, Строиндустрия. Когда-то я сделал паспортизацию, документацию на их железнодорожные пути. Это меня кормило в 90-е. Вот это был мой заработок основной, так скажем. Неполученный авторский патент тоже можно отнести к утраченным иллюзиям справедливости. Думаю, папа мог бы тогда поддержать. Но он был по-настоящему железным Феликсом. Не кланялся никому и сыну оставил завет. Все вопросы решать самому. Да Феликс Павлович и не дожил до дня защиты диссертации сыном. Игорь Феликсович и сегодня продолжает работать в институте. Ему продлили контракт еще на пять лет. Потому на семью у него, как всегда, не хватает времени. Иду, Оль. Привет. Клопнула дверь и на пороге появился мульчуган, как две капли воды, похожие на деда. Вот это мой внук, любимый, Данила. Учится во втором лицее. Можно учиться и лучше было бы. Как сегодня у тебя в школе Олимпийского резерва по плаванию? Это все хорошо, сегодня на первый юношеский сдал. Да? Да. Ну и хорошо, только надо дальше стремиться на взрослые теперь сдавать. Согласен. Давай пять, все. Любимый внук, а нелюбимых сколько? Ты брата любишь? Да, конечно. Ну и все, как брат зовут? Теню. Тема. В лицей ходишь с удовольствием? Конечно. Кто там тебя так притягивает? Друзья, учителя хорошие. Хорошие. Конкретно? Ну, конкретно вот наша классная сейчас Галина Александровна и учительница начальной школы моя Оксана Михайловна. Два очень хороших учителя. Продолжаем диалог с профессором. О времени и о себе. Страница, которую хотелось бы переписать. А, наверное, нет таких страниц. Может быть, хотелось быть более внимательны, чем был к супруге, к детям. Еще более, так скажем. Ну, переписать ничего не хотел бы. Все как сложилось, так сложилось. Было интересно. Можно назвать это разбросанностью, потому что я занимался, как инженер, работал. Строил бан, потом занимался наукой, потом педагогическая деятельность. У меня ровно 40 лет стажа в этом году педагогического. Писал стихи, это непросто. Сделал два фильма, это тоже непросто. На это надо решиться. Я учился. Почему не член Союза писателей? Я принципиально не вступаю. Сейчас вот не знаю. Сейчас меня вот опять убежишь. Для этого мне просто надо вот съездить и отдать заявление. У меня 12 книг из дома. Добавляет. Пушкин с Лермонтовым ни в каких союзах не состояли. Первые поэтические строчки я написал в школе. Они смешные. Где-то у меня блокноты хранятся. Я больше пытался тексты писать, потому что я заканчивал музыкальную школу по аккордеону. Мама меня заставила силой. Я не хотел, не любил. И по аккордеону я отучился. Но в 9 классе я услышал все-таки, так скажем, Битлз. Это не оригинально. Я взял гитару. Я сидел с ней круглые сутки, в кровь пальцы. Я учил первые аккорды. С 9 класса я изучил гитару. В 10 классе мне отец добыл, видя мои горящие глаза, первую электрогитару. Ленинградская полуакустика, как сейчас помню. Мои музыкальные занятия в школе закончились одним концертом в 10 школе. Когда я поступил в институт, я создал свою группу. Мы долго занимались. Я вырос за это время. Были ребята очень сильные музыканты. Мы два года играли. Потом ударилась сессия. Мы так заигрались, что из всей группы остался один я в институте. Остальных выгнали, они ушли в армию служить. А я остался учиться и изучать военную кафедру. Наш герой считает себя везучим человеком. В середине 90-х подружился с человеком, который старше меня был, но стал мне близким другом. Это Борис Петрович Химичев. Борис Химичев. Он мне заменил ушедшего рана отца во многом. Мы с ним общались. Он меня подталкивал. Без него у меня, наверное, не было вечера в доме актера. Без него, может быть, я и мюзикл не доделал. Просто коленом под зад иногда мне надо пнуть, чтобы я больше работал и не пугался ничего. Это народный артист Химичев благословил Игоря на создание рок-сюиты Сергей Есенин. А черный человек присел уже на кровать, и ангел-хранитель покинул. Все в жизни повторяется, и каждый делает свой выбор. Я потерял равновесие и знаю сам. Конечно, меня подвесят когда-нибудь к небесам. О боже, боже, ты качаешь землю в снах. Первый кадр режиссера Ковалева. А первая режиссерская работа была, когда мы делали театрализованную постановку рок-сюиты моей, Есенин Сергей. Задумка была такая. Живые музыканты, за ними весь задник, это экран. Из проектора идут кадры. И снятые специально. И хроника тех времен. Революционная, дореволюционная. Есенина. Ну, Есенина практически нет в видеохронике. Там всего два кадра и все. И наш вот этот условно мюзикл разыгрывался на фоне. Мы пели песни и в промежутках читали стихи народные артисты. Я их называл уже. А сзади шел экран. И на этом экране, это была режиссерская работа, вот это вот целый фильм. Вот под этот фильм полуторачасовой музыканты на сцене играли. На фоне этого видеоряда артисты читали стихи. Причем это было все связано в беспрерывную, такую перемешивающуюся, хотел сказать, как афонию. Сюиту. Это и называется. Рок-сюита. Причем слово рок здесь имеет два значения. Это рок как судьба, прежде всего. Ну и там были элементы рок-музыки, джазовой музыки, симфонической музыки, народной музыки. Эта сюита не была чисто, как Есенина представляют, когда он пришел к царю и к царице в наряде, в чисто русском, с гармошкой. Клюев его Николай привел. Нет. Есенин переведен в современный день. Мы делали так, что вот раскрылось окно, Есенин стоял с тростью перед зеркалом, и вдруг современная Москва. И он пришел в эту Москву, вот туда листы его вылетели, и он за ней. И он смотрит, что здесь происходит в Москве. Он обходит памятник Пушкина, удивляется. Это та ли Москва, которую он знал? Это совсем не та и та. Какие люди стали, какие у них боли, что их волнует, какие сейчас поэты. Вот такая у меня мысль была. У меня зарегистрирован киносценарий уже давно. Ну, кто это сделает? Я встречался, ну, были разговоры и с Аркадием Высоцким, и с его другом. Ну, все упирается в деньги. Трудно иногда пробиться, наверх показать. Вот мы хотели, мы хотели этот спектакль показывать все артисты. Все артисты у меня работали бесплатно на идеи, включая народных. Им так понравилось. И мы хотели поехать по крупным городам России. Ну, дальше закончилось тем, принесите вот в такую-то контору несколько миллионов рублей, и мы вас организуем все эти гастроли. Ну, у меня не нашлось этих миллионов рублей. А выбивать я и искать их не умею. Ах, луна, влезает через раму, Свет такой, хоть выкали глаза, Ставил я на пиковую даму, А сыграл бубнового туза. Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного некрасив? Не смотря в лицо от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив. И ничто души не потревожит, И ничто не бросит ее в дрожь. Кто любил, то душ любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь. Из всех звездных страниц своей жизни Главный Игорь считает встречу с любимой Ларисой. Я встретил эту девушку на первом курсе университета. Мы учились в одной группе. Она была такая неприступная. Как я говорил, ей кожанку и маузер. И все, ей можно устанавливать. Она комсомолом была у нас руководила. Я не руководил ничем. Ну и как-то так вот я к ней присматривался. Какое-то время. Ну, не знаю, кто кого выбрал. Тут вопрос. Это знает только женщина. Потому что часто они поддакивают. А на самом деле женщины нас выбирают. Ну, я помню, мы пошли в поход после первого курса. И как-то так вот. Нечаянно завалилась палатка. В этот момент я с ней первый раз поцеловался. Это я помню. Мое понятие нашей встречи, воспоминания мои, что с первого курса весной взялись за ручку. Все пять лет студенческих ходили держась за ручку. Дружили, любили. Не расставались, кроме строя отрядов, которые не совпадали. На пятом курсе поженились. Даже не могу сказать, что присматривались к друг другу. Или взвешивали, или не взвешивали. Жениться, не жениться. Наступил такой момент, что распределение нужно было разъезжаться. Мне по распределению. Но вот тут приняли решение, что расстаться-то мы и не можем. И поженились на пятом курсе. Были какие-то сомнения? Вот все-таки поэт, музыкант, человек творческий. Свобода нужна. Расскажу, расскажу. Абсолютно никаких сомнений. Когда мы женились, он не был ни музыкантом, ни поэтом. Он любил музыку. Он пописывал стихи в тетрадочку. Но он был... Он был, закончил институт, начинающим инженером. Сразу начал заниматься диссертацией. В итоге, через 4 года после института он защитил диссертацию, стал кандидатом наук, первым в истории МИИТа. Самый надежный был. Гордилась им безмерно. Потому что увлечен был наукой. Часто очень приходилось в технические командировки ездить по всей стране. Лариса, судьбу благодарим за эту встречу? Да, конечно. Целуй. Конечно. Давай. Это даже не обсуждается. В 2018 году исполнилось 45 лет семейному союзу. И для любимой новое поэтическое признание. Твое имя в мое вплетено поцелуем. Без тебя не могу. Повторим, поколдуем. Зацелованы звезды. У ночи есть право. Ах, волшебное зеркало. Буду оправой. Мое тело в любви до устра растворится. Без тебя я не я. А вдвоем мы как птицы. Воздух пряно пропитан. Дурманит отрава. Ах, волшебное зеркало. Я лишь оправа. Нет, не выбран лимит. Атмосфера причастия. Ощущение боли. Полета и счастья. Неразгаданность линий. У ночи есть право. Ах, волшебное зеркало. Буду оправой. На этих откровенных, страстных строчках о любви можно было поставить жирную точку. Но решила снова вернуться на незабываемую встречу посидевших комсомольцев. Послушать народного артиста Саура Тутова и, конечно, Игоря Ковалева. Люблю вас всех, такие, как вы есть, с достоинствами, бедами, грехами. Спасибо, что со мною рядом, здесь, расставшись с бесконечными делами. Под ними за любовь, друзья, бокалы. Из плена солнца вырвется к утру. Корабль наш не выбросит на скалы. Храбли нас, Бог. Россия. Быть добру. Ничто не веке, в городе не смеетно. Ниже не слушай, живусь, как и смеетно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова